Добрый день, уважаемые зрители! В этом видео я вместе с вами попробую и сравню две материнские платы так сказать, вживую для процессоров Xeon и E5 поколения V3 и V4 Эти материнские платы в принципе сравнивого уровня. Слева материнская плата от Huananji модель X99F8 вот здесь вы можете видеть модель, как написано а с правой стороны тоже широко известна материнская плата машинист X99MR9S и вот здесь у нас есть маркировочка, тоже можно посмотреть в общем, две материнские платы в принципе по своему уровню сравнимы в цене, но в цене отличаются где-то приблизительно долларов на 25, что в принципе ощутимая сумма которую можно и нужно учитывать при сборке компьютера попробуем узнать, почему эта материнка дороже итак, начнем первое, скажу у меня субъективно было я подержал две материнские платы в руках и мне показалось, что материнская плата от Huananji имеет текстолит более толстый чем от машиниста и я не поленился взял штангенциркуль, померил и точно вам говорю, что толщина текстолита у них одинаковая где-то приблизительно 1,6 мм но при этом все-таки визуально, субъективно материнская плата от Huananji смотрится какой-то более наполненной более ровной чем машинист но это субъективно а еще машинист машинист говорю Huananji извините утверждает, что используется 10-слойный 10-слойный текстолит у машиниста я не знаю какой нигде не указано нет у меня такой информации поэтому может быть из-за качества производства текстолита возможно поэтому такие ощущения возникают так давайте начнем тогда с зоны ВРМ у нас значит у Huananji есть радиатор с двумя вентиляторами и восьмифазное питание радиатор довольно массивный не знаю насколько эффективно работают вентиляторы но их два и наверное какую-то работу по охлаждению не выполняют и в целом радиаторы с вентиляторами выглядят куда более эффективным чем от машиниста у машиниста радиаторы чуть попроще чуть полегче только с одним вентилятором хотя есть возможность вот здесь есть разъем для подключения и вот у второго вентилятора в принципе можно подключить второй вентилятор сделать охлаждение более эффективным добавлю что вентилятор машиниста довольно шумный и если у вас не очень мощный процессор TDP 90 часто ватт его можно отключать вот потому что он шумный он реально шумит и это ощутимо и поверьте мне если вы вы отключите вам будет легче работать рядом с компьютером насколько шумный вентилятор у Хуанаджи не знаю поскольку я вот вообще с этой материнкой еще не работал даже ее не включал она полностью новая значит по поводу ревизии материнская плата от Хуанаджи по косвенным признакам могу сказать что это точно не самая первая ревизия а по маркировке могу предположить что она возможно пятая у машиниста это самая последняя ревизия V6.0 у меня есть опыт работы с версией 1.0 1.2 и вот это самое новое V6.0 по цепям питания значит здесь шестифазное питание здесь восьмифазное восьмифазное питание дает нам намек на то что возможно здесь будут работать стабильно и беспроблемно даже самые мощные процессоры от Xeon E5 поколения а максимальная TDP насколько я помню это 145 ватт здесь можно сказать что точно будет работать процессоры до TDP 135 мощнее надо пробовать информации нету вероятно наверное тоже будет работать но тут есть нюансы восьмифазное питание более надежно чем шестифазное по крайней мере по предположению далее это еще не все тут еще если сравнивать питание можно заметить что на машинисте есть дроссели раз два три три дроссели я вижу у Хуананджи их раз два три четыре пять шесть семь восемь девять девять дросселей и это может нам говорить о том что на этой материнской плате питание будет более стабильным вот хотя опять-таки возможно инженеры машиниста просчитали и того что здесь есть достаточно для стабильной работы и опять-таки никаких нареканий по работе с этими материнской платами у меня нету они работают хорошо работают и не знаю это все так довольно субъективно по поводу значит южного моста у материнских плат машинист используется реже C226 серверный и чаще всего B85 да у хуананжи стоит серверный C612 походу самый такой мощный навороченный разница функционали заключается в том что этот C612 поддерживает большее в основном большее количество SATA разъемов 3 версии USB 3 версии вот и других периферийных устройств возможно еще есть какие-то внутренние работы которые ну если идет связка серверный процессор серверный южный мост то то что не видно пользователю они будут работать более стабильно более четко и более точно вот но в принципе для большинства пользователей разница будет ну незаметно но мне кажется что все-таки серверный южный мост круче чем обычный десктоп так по поводу SATA разъемов и так у нас здесь есть 4 колодки по 2 то есть у нас здесь 8 SATA 3 разъемов здесь у нас 3 колодки и 4 разъема SATA 3 и 2 2 0 в принципе для большинства пользы опять-таки количество SATA устройств не принципиально я думаю 4 3 версии будет достаточно питание у нас стандартное вот раз дополнительно и основное 2 по поводу разъемов PCI-Express ну в принципе тоже у нас аналогично 1 2 3 4 5 и тоже значит у нас 16 16x 1 1 и здесь у нас 4x если я не ошибаюсь но точно 2 из них 16x и в принципе должно тоже хватать полностью аудио чип значит на материнках машинист MR9S используется в основном я видел на новых версиях это ALC 897 здесь может быть набор или 892 или 897 и тут и тут кодеки нормальные довольно современные они устанавливаются и на другие современные материнские платы от ASUS MCI там гигабайта и тут как бы все нормально но у HANA чуть ну если присматриваться вроде бы как чуть более качественно исполнена аудиосистема есть стабилизирующий очищающий конденсатор назовем так и здесь звук по идее должен быть чуть получше чем здесь хотя здесь тоже звук вполне классный нормальный я не знаю чтобы найти разницу нужно очень прислушиваться с помощью дополнительного устройства замерять но тем не менее да и так и так и та и та и та материнская плата имеет индикатор посткодов индикатор посткодов очень удобная штука если вы меняете память постоянно там видеокарты и у вас где-то что-то зависает то с помощью посткода можно следить она может показать в чем проблема процессор память видеокарта и довольно быстро все порешать так что это удобная штука также у нас на борту есть кнопки включения и сброса тут и тут тут они такие более маленькие утилитарные здесь они такие более прям здоровые ну это как бы такое на любителя значит питание понятно стандартные разъемы для сброса у нас так вот здесь биоса значит биос у нас здесь расположен вот эта микросхемка на машинисте а вот у хуанаджи вот насколько я помню это вот здесь микросхемка биос значит здесь можно легко прищепкой если что присоединиться здесь придется ну если механически перепрошивать придется снимать радиатор так здесь у нас подключение USB 3.0 USB 3.0 вот в принципе стандартно далее по памяти материнская плата значит и тут 8 слотов 4.4 и тут 8 слотов 4.4 обе материнки поддерживают 4 канал непроцессорные обе материнские платы поддерживают максимальную частоту DDR4 а для процессоров Xeon E5 максимальная которая не поддерживает это 2400 мегерц поддерживают значит машинисты MR9S поддерживают и серверную память RD не регистровывая с коррекцией ошибок и также десктопную обычную этот Hone Ange точно поддерживает серверную и кажется ну если верь информации поддерживает десктопную ну не точно не знаю не проверял так что мы еще можем посмотреть так количество разъемов USB 3.0 здесь у нас глянем вот так это выглядит у нас только упс извините только два разъема USB 3.0 все остальное USB 2.0 вот и вот такие у нас разъемы для звуковых устройств да так здесь здесь же у нас Hone Ange вот у нас 4 разъема USB 3.0 вот и разъемы для звуковых устройств сделанные ну скажем так более используем более качественные видите с такой металлической вставкой также есть разъем оптический SPDIF никогда его не использовал но он здесь есть в отличие от машиниста далее подключение значит устройств SSD ну те устройства которые подключаются через SATA мы уже обсудили все понятно далее формат M2 значит у нас на машинисте есть значит M2 NVMe стандарт M2 Wi-Fi подключение и M2 стандарт SATA 3 здесь здесь же у нас M2 M2 ну нет вот здесь M2 M2 это у нас SSD но только NVMe то есть поддержки устройств SATA 3 здесь нету вообще в принципе ну и вот M2 Wi-Fi устройство подключения то есть машинист в одном плане более сбалансированный вы можете в зависимости от того к чему есть доступ поставить либо M2 SATA либо M2 NVMe здесь у вас только 2 NVMe но зато это 2 NVMe NVMe стандарт постой наш не PCI-Express он более быстрый и поэтому в принципе как бы здесь можно включить большее количество быстрых устройств здесь зато можно кастомизировать да также еще один момент материнская плата машинист поддерживает более длинные SSD M2 стандартно 22110 вот видите вот это такой вот самый массовый это вот это 2280 а здесь же есть возможность подключать серверный такой стандарт 22110 а здесь такой возможности нету как бы в принципе не принципиально но может быть такой момент что в один момент эти SSD серверные и будут снимать они бросит их в рынок они будут дешевые и можно будет их ставить сюда так же как было это с зионовыми процессорами и можно будет дешево покупать и допустим обновлять здесь же такой возможности нету но она такая субъективная да так далее смотрим что еще можно посмотреть сравнить значит звук мы обсудили сота питанием охлаждение да обговорили вот так подключение значит у нас кулера для процессора здесь сделано не знаю не очень удобно как по мне то есть причем тут два разъема один для кулера четырехконтактного а второй трехконтактный тут будет если память подключаться в общем неудобно или кулер большой да может как-то закрывать здесь у нас чуть более удобный вариант опять-таки не сам удобный ну да чуть более удобный он расположен вот здесь так по питанию мы сказали биос ну радиаторы севера южного моста тут все понятно и тут и тут они довольно мощные хорошо справляются проблем нету значит бипер и бипер здесь есть есть все работает вот пам-барам-бам-бам ну такая наклеечка не знаю как бы мне они всегда нравились придают не знаю как-то брендовости что ли мне нравится эта штука вот ну в принципе про материнские платы я рассказал все что вспомнил упомянул рассказал возможно что-то забыл ну тогда спрашивайте меня в комментариях я буду эту материнку использовать поработать с ней и будет какая-то информация задавайте ваши вопросы буду на них по мере возможности отвечать что же пожалуй на этом видео подошло к концу да если вам понравилось было полезно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал всего хорошего до свидания